в германии кидают кидают так что русские отдыхают просто учиться надо всем как как кидают в германии об этом я тоже расскажу игру очень много хорошо итак всем уже мотает он уже мотает я потом все выдержу всем привет так сегодня мы будем что мы сегодня мы сейчас расскажем про темы которые примерно хотим осветить ролик выйдет быстро ну и соответственно под ним нужно быстро написать комментарии андрюха у меня в гостях несколько дней поэтому поехали какие у нас темы будет примерно что мы выписали да вообще как бы я тоже досмотрю каналы youtube да очень много интересных моментов и как бы приятно был удивлен когда рубима увидел не знаю года полтора назад когда я вообще я был сильно удивлен что человек делает и как бы мое личное желание конечно хотелось бы весь тот да вообще ребята молодцы делают на мой взгляд очень такую правильную полезную как бы дело для для всей страны тут независимо от того есть у тебя деньги нет у тебя деньги есть время нет время включил там может кто-то после трудового дня это все посмотрел вот мне бы хотелось да от себя то есть дать как бы людям ту информацию возможно как бы который нету от других людей до одно здесь темы которые я здесь вкратце накидал до постараемся сделать видео сувевым как по обстоятельствам получится то про свое образование я расскажу какое у меня образование вообще на самом деле четыре строительные все начинают профессии которые в советском связи каменщика получал потом каменщика в германии я получал потом учился я на высшую квалификацию каменщик это в мастер называется в германии этот мастер бриф он является международной строительной лицензией и у меня строительное техническое образование которое тоже учился в германии также мы видео я расскажу о работе в германии потому что очень многие даже мне звонят с украины ребята просят там же жены за мужей как-то ну вот у меня столкнулась до осенью я работал с двумя ребятами с украины и потом еще с одним познакомился там в одноклассниках как-то он там комментарий плохой оставил я ему тоже и ты сказал что он не прав у меня попытался праву поучить ну я его профессором назвал конечно чем потом даже он попросился ко мне в друзья там звонили тоже от него чтобы на работу вот за тему работы в германии расскажем потом такая очень интересный вопрос стяжки которые как бы вообще мои взгляды после того как я получил до немецкое строительное образование вот реально с ног на голову до встали я был в шоке то что делается здесь это что я сам когда-то делал своими руками и говорил людям что это качественно это правильно и вот я вам просто расскажу о стяжке видах стяжки вообще о том что я чешут на второй день там или когда на третий день правилам или чешут и вообще о том когда надо принимать стяжку ну как бы все то чему я научился в германии по правилам немецким то есть когда ее надо принимать эту стяжку на нее гарантии потом а штукатурки до виды штукатурки какие есть а штукатурки до виды какие штукатурок бывают до их место использованы их вообще четыре группы то есть немецком строительство их четыре группы и какие у них виды в этих четырех группах в каких местах они используются какие смеси также я немножко расскажу о том что о том я не знаю как это называется вот когда перепады на стенах до разница вот когда у этот правило стучит да то есть какие госты вообще на требованиях штукатурки германии до допуски скажем как потом тема такая которую я просто был в шоке когда я смотрю до русской youtube и когда по миллиону просмотров о том как люди правильно заливают фундаменты у меня честно говоря мои седые волос они просто выпасть хотят когда люди заливают бетон в грязь и они говорят что это правильно да в германии есть в строительстве скажем 3 до вида фундаментов это лет ленточный фундамент плита и на своях свои мы опустим потому что это там такая слишком тема которую как бы те которые занимаются забивают свои забивают или бурят они так это знают они это смотреть не будет а все те которые смотрят как бы им это не надо то есть такая информация которую нам не нужна вот ленточный фундамент и фундамент плита потом момент такой как пучинистость грунтов я вам расскажу что это по-немецки мне смешно уже сейчас потом момент такой за утепление дома до за изоляцию то есть под ней подразумевляется гидроизоляция да какая она бывает и и бывает тоже два вида оклеечная обмазочная тоже оклеечная бывает горячая холодная обмазочная бывает бетонная там и цементно на цементной основе потом как бы такой вопрос нам надо поехать купить обязательно доску чтобы можно нарисовать маркером то есть конструкция дома как вообще дом конструируется и выглядит то есть с точки зрения того как немцы это строят то есть хотелось бы полностью нарисовать дом без подвала там два этажа чердак и дом с подвалом и точно так же два этажа чердак то есть в каких местах какие используются вот узлы детали где изоляция должна быть где должно быть гидроизоляция расскажу немножко о строительной фирме в германии да как открыть строительную фирму как это все функционируют где работу там мы уже почитали в комментариях да где работу можно найти для строительных фирмах о том по поводу работы в германии тоже расскажу сколько это оплачивается какие профессии потом что у нас еще есть один есть такой момент до володя там володежда волошин волосы написал что в германии кидают кидают так что русские отдыхают просто учиться надо всем как как кидают в германии об этом я тоже расскажу я говорю очень многие люди плачут и я плакал и как бы ничего с этим поделать невозможно ну плакал давно лет семь назад после этого я в россию приехал очень счастлив зарабатывать такие деньги в россии что я не знаю в германии мне кажется до сих пор я столько не зарабатывал что у нас здесь еще да вот как как бороться с кидаловом в германии то есть расскажу для этого нужна конечно доска чтобы начертить все этапы если скорее всего будет посвящена эта тема тем ребятам из украины которые там польские документы сделал венгерские документы каким-то образом их заманили в германию там ну поляков мало которые говорят да по русски там литовцы латыши эстонцы я знаю что их все греки что их всех заманивают германию там уговаривают открыть фирмы договора навязывать и потом просто люди остаются без него вообще остаются без денег там реально люди работают бесплатно никаких денег они не получат то есть расскажу как с этим бороться вообще как этого избежать изначально если уже кто-то посмотрел он на этом крючке сидит просто как с этого крючка слезть здесь такой тему которую рубим задал до строительный материал в германии за это тоже можно рассказать потом есть я такое себе написал ну потому что как бы тема здесь они возникают из того что я сам смотрел на каналах которые предоставляются тем людям которые по-русски говорят вот одну из тем допустим установка окон да есть стандартные нормы называются они дин это там дочь индустрии но он да это немецкие индустрии это промышленные нормы так как здесь не куда строительные нормы и правила там германии это вот немецкие индустрии промышленные нормы до немецкие промышленные нормы то есть на это есть тоже нормы и правила как должны правильно стоять его вообще монтаж есть жидкие сухой дал так вкратце а окна и о том что это такое жидкий монтаж что такое сухой монтаж об этом я расскажу то есть правильно как должно правильно позиционироваться окно в оконном проеме потом Blaise что-то я написал мое мнение ну наверное здесь я написал мнение это о youtube youtube видео то есть как бы не то что я не хочу никого троллить да или там что-то еще то есть многие люди делают ошибки просто по незнанию или связи с тем до в отсутствии как бы но не то что должного образования есть которые люди как бы покупаются и строительные дипломы да на что вот очень жаль германии это невозможно хотя у нас был кстати такой момент когда на уроке одному учителя спросили да можно короче тебе за этот подгон сделать что-то оценку поставил до сразу году он горит легко миллион двести те горит а ты чё гадачок говорит такая сумма ну вот посчитать 20 лет на игре впереди работать вместе зарабатывают столько вот короче тебе получается миллион двести а почему но как меня горит через пять минут хлопнут и ягодна до пенсии останусь без работы вот просто как бы то есть там это варианта вообще нету и люди просто как бы если хочешь получить образование ты должен учить об образовании потом это на ярком примере вам расскажу что значит учить вообще по-немецки это вот я когда учился вспоминал петра великого когда он этих боярских сыновей отправлял туда учиться на на запад чтобы они учились корабли строить а те бухали отдыхали и своих холопов короче там ну из то что я помню и школы там из истории советского союза и в итоге когда не все приехали назад он холопов назначил этими которые корабли водили капитанами да так потом здесь еще один такой момент как найти работу для фирмы в германии то есть тоже их там 5-6 путей как получить заказ потом было в комментарии до строительной иерархии до которая вот строительная иерархия вообще она ну как бы довольно таки простая ну тоже я о ней расскажу и вот да здесь отдельно себе написал то есть в одном видео да мне понравился один товарищ где он наш вот он она себе говорит инженер-строитель у него строительная фирма на украине он находится и он как бы очень грамотно рассказано очень грамотно рассказать потом я второго там такого же увидел тоже он ну довольно таки грамотные вещи рассказывает ну вот в одном моменте где я просто был в шоке когда там ученице за ученица из грунта он рассказывал сделали не построили дом и там по весне ученица из грунта и у них в подвале был полный подвал воды я ему просто в комментарии написал что чтобы он мне объяснил попросил какое отношение его ученица из грунта имеет к воде в подвале или просто он не знает что такое гидроизоляция и в таком духе как бы но вот видео есть вопросы да я не знаю как это функционирует смотрит его нету там еще вопросы я не знаю то есть удалил получаете его его ты его не можешь видеть его на боюсь площадь если его можешь видеть этот вопрос стоит а в официальном виде это вопроса нет здесь суть не в том а здесь суть в том что у меня строительное техническое образование да то есть техникум скажем так раньше он был три года я его сократили такой степени сжали информацию на два года и нас учат тому что этот инженер да которую которую высшее строительное образование просто понятия не имеет и он не имеет понятия не по своей вине а по вине образования потому что образование она остановилась как вот лет 20 назад было так она сейчас и стоит на этом то есть может быть давно дальше не прогрессирует германии каждый год меняется все эти нормы но соответственно это вот такое что если как это еще что-то будет дополнительно по времени она пойдет значит мы ну то есть соответственно пишите вопросы быстро в комментариях пока есть так аварий потом конечно может сделаем связь по скайпу или это вариант только через skype у меня сам был чтоб я тоже катал важно чтобы другим информацию дали но у меня просто реально применит это задавайте пока время благодарность огромное тем людям которые вообще делают занимаются таким трудом